Приветствую, друзья! Сейчас будет интересное сообщение, потому что внимательно послушайте, так как когда возникает стресс, всё вылетает из головы. Внимание фиксируется на возможном негативном исходе ситуации. А это скорая помощь. 10 коротких болей, 10 пиков напряжения. Это приём. Узёлки памяти надо вспомнить сразу. Или вот так вы делаете ноготочком, 10 болей, или вот так, как я показывал, 10 болей, 10 пальцев. Это значит 10 сигналов болевых, это 10 напряжений на коротких частотах. И после этого приёма скорой помощи, узелки на память, снимается немножко напряжение у людей, которые в жутком стрессе. Поэтому сделайте это сейчас. Второе. Я говорил, что пик напряжения вызывает такую резкую мобилизацию, после которой, конечно, возникает расслабление. И вот 30% людей, они благодарные, они могут быть и больные, и могут быть золотые, в кавычках, для коучей, для психологов, для психотерапевтов, у которых пик напряжения в попытке какого-то сосредоточения сразу вызывает сброс напряжения. Например, приём оцепенения. Вот смотрите, приём оцепенения. Там же надо сосредоточиться для того, чтобы застыть, оцепенеть, как статуя, как стояние. Вы знаете, у Гужиева есть такой приём, когда он говорит, типа, типа, точка, а и человек застывает. Это осознанное использование инстинктивного, защитного по механизму действия, который мы непроизвольно делаем, когда оцепеневаем, засматриваемся, задумываемся. В этот момент мы в какой-то момент неподвижны. На мгновение. В этот момент у нас возникает дыхание, о котором говорил Бутейка. Ты почти не дышишь, и вроде дышишь, и не дышишь. Это такое состояние внимания, которое бывает и между сном и бодрствованием. Когда ты переходишь из сна в бодрствование, в этот момент ты проснулся, мысли текут, как облака, ничём внутри не задумывая. В этот момент дыхание тоже такое же, незатратное, энергоэкономное. Вот в этом-то суть. Я вам про то, как мы встречались с Бутейкой, рассказывал, ещё раз расскажу, кто не видел этого ролика. Когда я ему показывал левитационные приёмы, и когда он сделал левитационный приём, ключевой стресс-тест, и сразу сказал, вот, дыхание стало как надо. Наверное, говорит, надо это для тех, кто не может валёвым способом блокировать дыхание. Я говорю, ну почему же только им? Это всё и можно. Почему? Потому что в ключевом стресс-тесте, когда мы создаём пик напряжения невольно, мы напрягаемся, чтобы представить себе, что руки начинают расходиться в разные стороны на автомате, это же пик напряжения. И как они пошли, у нас наступает расслабление, переход сразу в трансовое состояние. А если в этот момент вы загадаете желание, у вас начинает желание реализовываться, потому что в этот момент формируется доминанта. А если вы в этот момент подумаете, что вам будет потом плохо, вам так плохо и будет, потому что вы себя этим самым внушаете. Это доминант. Так вот, послушайте, 30% людей, почему я назвал их благодарными или больных, или золотых, которые благодарная аудитория для психологов, коучей, психотерапевтов. Почему? Они, кстати говоря, и хорошие актёры, потому что они легко входят в роль. Они, кстати говоря, и художники, и математики, постигающие любое обучение сразу, в кавычках, потому что если они сосредотачиваются, это пик напряжения. Ну, например, ещё, когда вы преодолеваете во время бега пик напряжения, например, когда вы бежите, если вы в ритм попали, вы сразу в автомате, и у вас сразу энергосберегающая экономика там работает. Там уже дыхание становится как надо. А вот если вы не попали в ритм, вы попадаете в напряжение, растёт, и вот этот пик напряжения, когда вы преодолеваете, вы преодолели, и теперь у вас второе дыхание. Да, второе дыхание, когда вы бежите легко, легко, свободно, свободно. Так вот, у бутейка и во втором дыхании никакое там не особое дыхание. Бутейка говорит, там углекислород, там вместо углекислый газ, вместо кислорода. Да нет, это ошибка. На самом деле там возникает состояние, как между сном и бодрствованием, как я сказал, когда того же количества кислорода, который у вас есть, становится достаточным. Потому что он не так затрачивается на преодоление, потому что вы уже преодолели, вы уже создали через пик напряжения, потом пошла релаксация, и вы вышли на автомат. И теперь бежите на автомате, и как бы второе дыхание. А автоматизм – это что такое? Переход в автоматизм – это переход на менее энергозатратный режим. И поэтому кислорода тоже там становится уже достаточно, который есть у вас. И поэтому вам кажется, что у вас наступает просветление, прояснение, второе дыхание. Потому что у вас кислорода уже достаточно. Вот в чем дело. Бутыка – гениальный человек, он придумал хорошую методику, но объяснение правильно. И все потом пошли по этому направлению, что надо, оказывается, не кислородом дышать, а там надо не дышать. Ну, в общем, короче, всех он запутал. Да, об этом можно специально поговорить. Но в качестве доказательства я вам еще раз сказал. Когда я ему показал этот прием, ключевой стресс-тез, он говорит, ой, дыхание стало как надо. Так лучше него, кто создал теорию эту самую, другой бы и не сказал. Так вот, потом я могу объяснить, какие во многих теориях есть ошибки. Ошибки и почему эти теории, ну, как бы, с одной стороны, они, как бы, приняли люди. Кто принял? 30% людей, о которых я сказал, они легко могут воспринимать любую теорию. Потому что, как только они начинают сосредотачиваться, у них сразу стресс снимается, и они выходят в состояние вот этого между сном и бодрствования, в состояние нуля. А там же снимаются штампы, шаблоны мышления. Там снимается авторитет. Там все снимается, и ты можешь думать, о чем ты хочешь думать, свободно. И там все зависит от установки. От установки там все зависит. Если ты в этот момент, например, создаешь пик напряжения по тягушенькам и создал пик напряжения, в этот момент подумал, что день пройдет хорошо, у тебя так и будет. А если в этот момент подумал, что день пройдет плохо, так и будет пик напряжения. Потому что после пика напряжения создается расслабление. Ну, ладно, я вам потом еще больше расскажу. И про Бейца расскажу, почему там это работает. Оказывается, не совсем потому, что как он объяснял, а ещё больше потому. Ну, то есть к тому, который он объяснял, я ещё добавлю свои объяснения. Это вообще будет супер. Супер, да. И вот звезда хаоса, которую мы делаем, зигзаг хаоса, это когда вы попали в стресс, чтобы быстро снять стресс, быстро снять настроение такое, чтобы лучше стало. Дело в том, что когда стресс, это как последняя бомба, которая окажется самой страшной, всё забываешь. И ты ещё раз, повторяю, сделай 10 ударов, 10 пиков напряжения, 10 ударов, это 10 сигналов, как наш отельный спирт, после этого возникает расслабление. Как, друзья, и те картинки, которые вам предлагается иногда смотреть, рассеянным взглядом, чтобы проявилось то, что между ними нарисовано. Ну, есть такие специальные картинки. Там же тоже тот же самый механизм. Пик напряжения, а после него расслабление, и ты там видишь по-другому. Да. А в очень многих методиках, пик напряжения, которые потом снимают стресс, и потом, видишь, лучше, и глаза яснее, и потом мы ещё поговорим о том, как зрение улучшить. До встречи, друзья. Продолжение следует...